Приветики! Сегодня такая домашняя. Палат надо было одеть. Радоваюсь видеть на моем канале. Мое лицо сегодня будет блестеть. Попожее одиночки. Сегодня будет разговор, плюс вставки влоговые, которые я наснимала за это время. Вижу, что моя помада сегодня не очень соответствует тенку моего лица. Нос вроде бы черный, под глазами черное, короче, как усы. Так, загладим эту всю проблему, потому что если я сейчас начну еще краситься, то я видео точно не запишу. А я не хочу терять вас надолго. Смотрит за мной в соцсетях, значит, мне вообще почему-то не везет. И всегда, когда мы куда-то с мужем приходим, то мне с красивой картинки, с того все, как люди хвалят наши рестораны, всегда попадается какая-то чепушня. Хотят для меня стараться. Это, наверное, связано с тем, что я сама когда-то еще в школе училась на повара. И, наверное, из-за того, что я не доучилась на повара, это моя карма, и теперь я нормально не могу нигде поесть. У нас город небольшой, все прекрасно знают, где что хорошо готовится. Говорила, говорила и забыла, что сказали. В общем, у нас возле дома есть кафе-бар, называется Blackwood. Она открылась год назад, скорее всего. Сначала задумка ихняя была довольно-таки крутая, так как у нас это, получается, спальный район. У нас есть одно заведение, это Pizza Maria, это сеть пиццерий. У нас их, кажется, три в городе. Это большие пиццерии, в которых довольно-таки лояльные цены. Я там делала злати для рождения. То есть там на 500 гривен, это с двоих. Если к рублю, то это умножить на два. То есть на тысячу рублей двоим можно очень вкусно покушать. Это будут и суши, это будет там, например, сок какой-то. То есть такие нормальные. Blackwood открылся с довольно-таки завышенными ценами. Ну, это все было, например, сглаживалось тем, что он как бы один, в котором подается кальян. У нас нигде еще не делали в прошлом году кальян. И их недостаток был, что у них был только дорогой элитный алкоголь. У них не было, например, коньяка, как старый кахетти. У них сразу начиналась метакса. Причем метакса стоила в трижды дороже, чем в магазине, к которому идти... Ну, сколько идти? Ну, минут пять идти к магазину. Тоже такой, знаете, как в спальном районе. Было сначала три официанта, бармен, короче, поворот. То есть было очень много обслуживающего персонала. Подавалось все быстро, все очень было культурно, хорошо. Со временем все перестали туда ходить, потому что все-таки спальный район. А посидеть... Вот мы, например, с Олегом пришли, заказали, как мы всегда заказываем. И заплатили 1200 гривен, то получается 2400 рублей. Нам даже этот кальян не сглаживает такие цены. И нам, чтобы покушать, например, вкусно, посидеть тебе вдвоем. Не надо платить в три раза дороже здесь. Если мы можем спуститься 10 минут и пойти в ту же самую Мрию и там побыть. Часто пишут, что у нас плохая сфера обслуживания. У нас не всегда плохо. Когда у нас открывается новое заведение, у нас всегда все хорошо. Просто это все связано с тем, что наши начальники каких-то общепита, ресторанов, не хотят платить деньги своим работникам. Из-за этого люди увольняются и больше не хотят работать. А хороший официант, который, например, там закончил что-то, или у него хороший стаж работы в хорошем ресторане, он, конечно, будет требовать и хорошую зарплату, если он умеет носить вот так под нос. И, ну, вы поняли, всякие эти приколы. Даже сам бармен хочет хорошую получать зарплату, если он проработал там 10 лет барменом и знает все наизусть. А наши люди на этом экономят. Вернее, наши высокопочтенные директора и хотят взять обыкновенного человека с улицы, обучить его вторым человеком также с улицы. и хотят, чтобы было все круто, но цены при этом оставались прежние. Мне сделали, девчонки, такие суши. Сейчас вы будете это смотреть. Чтобы вы понимали, это одна, ну, один кусочек был в три раза больше, нежели он, в принципе, должен быть. Но из-за того, что там было все, всего много, там было очень много фед, это было очень много угля, там было очень много рыбы. Этот ролл, это была как вареная колбаса. Он важил, ну, грамм 400, наверное. В общем, не знаю, я даже не жалелась. Я, наоборот, еще официанту сказала спасибо. Говорю, если бы предупредили, что у вас такие порции, то мы бы не брали бы еще, а взяли бы одну порцию с мужем на двоих и наелись бы отлично. То есть в отношении к клиенту он поступил супер в 7-4, то бы 5. А по отношению к своему начальству, которое, как бы, на кухне должно зарабатывать деньги, если он каждому клиенту будет выдавать такие суши, то этот ресторан вылетит в трубу, правильно? Ну, с завершением, конечно, 3 к 1, то в трубу он еще не скоро вылетит, но такое. Ездили на выходные с мужем на Услад. Это на Днестр. Чтобы вы понимали, у нас есть 2 самые большие реки в Украине. Это Днепр, который через Киев проходит, такой, ну, как достопримечательность, и Днестр. У меня был ролик, когда мы были на Усладе, когда-то, где-то 2 года, в том году. Да, в том году мы были на Усладе. Сейчас выскочит вам подсказочка. Если захотите, посмотрите, перейдете по ссылочке. Там я Услад снимала. Мы поехали в плохую погоду. Мы реально поехали на один день. Просто моя мама живет в Сочи, мы в селе. И нам удобно оставлять, например, малышку к ним на день, на два. И сами туда же, типа, едем на этот Услад. Мы в этом году, вы сами знаете, на море не ездили. У Лега очень много забот и дел. А ехать, знаете, как говорят, если у мужа не получается ехать с тобой на море, бери ребенка и едь сама. Это не про нашу семью. Мы всегда отдыхаем вместе. И я считаю, что некорректно, знаете. Поэтому мы ждем, когда наш папочка порешает все свои дела. И, конечно же, мы отвезем наше золото на море. Потому что та русалка плавать хочет невероятно. В общем, поехали мы на один день на этот Услад. Мы приехали. У нас сейчас в Украине очень похолодало. Сегодня я бегала. Было 10 градусов. Это в 11 утра. А утром было 3 градуса, чтобы вы понимали. Это сразу с 31, с 28 сразу упало на 9. То есть такая вот прям заоблачная упала температура. Я думала, что на Нисте, конечно, будет чуть теплее. Но когда мы туда приехали, там был ветер вообще невероятный. Если у нас тут был ветер, то там просто голову сносило. А я собрала всех. Купальников набрала, короче. Летних платьев. А ни одного спортивного костюма не взяла. Вообще ничего. Я так мерзла. Короче, мы вышли с этого домика. Сейчас вам будет показываться также ролик. Я вам там сейчас буду рассказывать все подробно. Домик идет двухэтажный. Он разделен на 2 этажа. Одна комната – это 1 этаж. Мы были на втором этаже. Стоимость номера в сутку стоит 1000 гривен. Это получается 2000 рублей. В стоимость номера также входит с недавнего. Это завтрак. Номер очень классный, чистенький, пахнючий. Там все круто в ванной. Чистюсенько, никакого запаха. Очень красивые эти ручки, умывальники. Сама территория Услада. Там есть очень много занятий для детей. Там есть детская площадка, там есть бассейн, ресторан. Когда хорошо, вы можете снять домик на буйках, короче, прямо на воде. Он прямо на воде шатается. В прошлой погоде я считаю, что там отдохнуть самое то. Хотя по цене это будет ничем не уступать, если поехать, к примеру, в Одессу. Вы можете, конечно, брать с собой продукты, там готовить. Но я не знаю, где там готовить, потому что это очень такая крутая база отдыха. Туда даже на вертолетах прилетают, поэтому никакой общей посуды вы там не найдете. Максимум, что можно найти, это мангал. Ну и не знаю, может там попросить какую-то пластику. В общем, там никто не готовит. Все основном питаются в ресторане. Ресторанные цены, ну, высокие, но я считаю, это оправдано качеством. И очень шикарная кухня. Она вся идет авторская. То есть, если это шашлык, то он подается специальными куча соусами. Если это салат, то он там, например, мы всегда брали салат, там была килька, йогурт собственного производства. Он так красиво заправлялся. Это килька с этим йогуртом. Это было вообще что-то такое непонятное, несовместимое. Оно очень вкусное. В этот раз мы еще попробовали брензу. Она была обжаренная в кунжуте. О боже, я никогда в жизни брензу не ела. Но это было... Мы, короче, как в 4 часа вечера сели сначала там. Нету столиков на территории, а такие, как лодки стоят. Ты садишься в эту лодку. Вы там на видео видели. Там в лодке есть такие дырки для ног. Вот. И вы сидите в этой лодке. Там также подуются кальян. То есть, ну, все на высшем уровне. Официанты ходят, знают меню от и до. Ну, короче, ну, прям нема к чему придраться. И мы, получается, целый день сидели с 4 вечера до 11 вечера до закрытия. Мы сидели в этом ресторане и только жрали, и жрали, и жрали. Мы в комнату с Олегом еле дочапали. Еще бы чуть-чуть. Кто-то бы живота такой бы нажал. И мы бы, наверное, полопали. Я бегаю уже который день. Все никак не могу согнать тот же. Но я обожралась капитально. И до сих пор не могу смотреть на мясо. С нашего отеля нам надо было в 12 часов. И когда я заполняла анкету, что, типа, насколько подавать завтрак. Я выбрала, что я хочу, чтобы нам подали на завтрак. Он бесплатный. И я написала на 12 часов. Мы проснулись. Где-то в полдвенадцатого мы вышли с номера. Пошли туда на бар, чтобы нам дали завтрак. И сказали, что нам уже завтрак не делать, потому что завтрак делается до 11 часов. Меня администратор не предупредил. Мы позвали администратора. Говорим, типа, что же нас не предупредили. Тем более, она постоянно бегала по ресторану. Там было около пяти домиков занято. То есть она прекрасно знала нас. Она могла в любой момент подойти или даже по номеру телефона позвонить ко мне и сказать, что там, ребята, такая ситуация. Вы написали завтрак на 12, а он только до 11. Так что, если хотите, будьте добры, типа, придите на 11. Она нас не предупредила. Мы остались, получается, ну как голодные. Типа, иди купи. А мы уже хорошо и так посидели. И Олег прям так скипешнул и говорит, не, я больше денег оставлять не буду, потому что это, ну, некрасиво. Не потому что у нас, например, нету сейчас денег позавтракать. Это не в этом смысле. А в том смысле, что нас не поставили в известность, то есть на нас забили болт. Это некрасиво. Если идет такой сервис, если идет такие большие деньги, такое вот прям обслуживание, то вы должны как-то, ну, чуть-чуть лояльнее относиться к своему клиенту. А если они решили, что мы уже, например, сегодня выезжаем, то пошли они в баню, короче, можно их сегодня не кормить, все равно они уезжают, знаете, типа такого прикола. Попробовала я первый раз в своей жизни устрицы. И девки уже все устрицы перепробовали, я не разу говорю, может, недели три назад, наверное, было. Короче, мы пошли с девчонками, делали девичники, я себе заказала эти устрицы, выпила их, все, вкус был мидий. Я не сильно спротивилась, то есть нормально, конечно, особого кайфа, когда они скользили мне по языку и, короче, падали в орлы, я не почувствовала особого там неземного возбуждения. Ну, такое, никакое, если честно. Ну, раз в жизни, конечно, попробовать можно. Но вторая ситуация, что я очень сильно от них рогала. Знаете, как говорили, рогала дальше, чем видела. Это вот, это про меня. Я не могу сказать, что они были спорчены, это, скорее всего, что не пошло. Вот знаете, такое бывает? Не пошло. Короче, поела эти устрицы, больше их есть не буду. А также сейчас вам вставлю небольшой ролик, как мы с девчонками били грушу. Не знаю, кто поймет, не поймет, но поймите правильно. Решила поставить, потому что, может, все-таки кого-то это повеселит. Если у вас, если вы тоже так с девчонками отжигаете, и у вас тоже есть какие-то такие детские еще остатки, вы знаете, как дети, когда они такие наивные, простые, дурные, то поставьте пальчик вверх. Сильно там меня не обсуждайте, там мы чуть-чуть не очень хорошо разговаривали, это потому что мы уже трошки подпили шампусика. Ну, я думаю, женщины взрослые могут понять, что мамочки, когда выходят, могут себе позволить пригубить для того, чтобы был блеск в глазах. Поэтому даже не зря такая поговорка. Пьяная баба в хате радость, если что. Вот, так что смотрим. Алина, давай, Мартал Комбос. Бабай, гроши засунула, свет включился. Опа. Все, копеечка пошла. Так, зараз убежишься в епады. Не, 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 першатые, гайда. У меня что-то проще, сарферы вперед. Ой, добрый вечер, здрасте. Сарф? Сарф, вон. Сарф? Да, о. О, е. На ней. На двухулоком. На, не, бед. Я же ноги поломаю. Что сказано? О, красавица. Как тебе это удается? Как тебе это удается? Давай, ты вперед. Пошла. Кнопку дверь, ты нажимай. Ой, 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 ой. Я боюсь. Это уже на что-то похоже. Молодец. Гроши требует. А что? А что, три раза в нас было. За рокены моему, рубель. Пошла. Ты самая сильная. Не каждая груша выдержит такой удар. Ого. Не каждая груша выдержит такой удар. Ничего себе. Тайсон, блядь. Тайсон. Мамаша, хочу поставить вам один прикол, который я сегодня нашла в интернете, вернее, это мне муж показал, как американцы матюкаются по-русски. Это, ну, актриса очень знаменитая, и вот она сейчас вам будет рассказывать, какие мы все-таки сквернословы, те русские, те украинцы, те белорусы. И, в общем, все, кто говорит, хоть более-менее понятно по нашему языку. Потому что у тех бедных американцев, кроме fuck, shit, bitch, и что там у них еще есть, asshole, матюков нету. А у нас какой словарный запас. Уши заворачиваются. Так что приятного всем просмотра. Так, сейчас вам включу это видео и буду вам чуть-чуть переводить, что они говорят, чтобы вы поняли, почему это так смешно. Погнали. В общем, это не смешно, это женский половой орган. Я хочу сказать, что я думаю, что женщина женщина есть веселый. Но… Пиздиет, плет. Пиздиет, плет. Пиздиет. Пиздиет? Пиздиет. Да, это, что люди используются все время. Пиздиет, плет. И они вместе с ними взяты, как третки. Пиздиет, нот хуй, плет! И они просто скромно! Они кричат, что женщина. Да, и нахой. Нахой? Нахой? Я думаю, что это означает «он-то-пенит». В смысле, как в директной трансляции. «Он-то-пенит». Это очень круто, что вы просто сказали. Почему бы это было в «он-то-пенит»? Я не знаю. Ну, это просто... Ну, там есть много к процессу. Я не знаю. Где я поставил этот ремонт? Они ухаживают. В общем, всё в этом роде. Я вас сильно-сильно люблю, целую. Да, я пошла за постылками. Пока!